Привет! В этом видео мы отправимся пробовать австралийское и американское вайгю в безлимитном ресторане мясо. Это китайский ресторан по типу хот-под или как его еще называют китайского самовара. Сначала нам раздали меню и здесь нельзя выбрать какое-то отдельное блюдо, либо какое-то отдельное мясо. Здесь можно выбрать сам набор. Самый дешевый набор стоит 15 долларов, а самый дорогой 25. Так вот выглядит наша первая партия. Здесь несколько видов мяса. Есть как американское мясо. Это у нас вайгю. Здесь такие вот подешевле виды. Вот так вот выглядит плита. Она здесь очень интересная. И я взяла молочный суп какой-то такой очень интересный. И там нужно растворить этот вамишку. Здесь мы взяли ингредиенты для хот-пота с буфета. Всякие овощи. В общем, это все по желанию. Покажу, как работает эта плита. Нажимаем сюда. И получается вот так. Опа! Суп закипает. Сейчас уже можно будет опускать что-то и готовить. Поднимем. Очень удобно. Сторон такой красивый. Здесь очень красивые столики. Мне нравится оформление. Цветовая гамма. В китайских хот-пот ресторанах всегда очень тонко нарезают мясо. И делается это для того, чтобы мясо как можно лучше впитало в себя суп. Суп очень сильно влияет на вкус мяса. Но это уже по желанию. Потому что кому-то нравится, чтобы было поострее. А кто-то хочет сохранить естественный вкус мяса. Мы взяли два супа. Первый у нас острый сычуанский, а второй молочный. Во многих ресторанах на Тайване придумали такую забаву. Если вы заказываете молочный суп, то вам дают такого мишку, который и есть. Это самая суповая основа. И все, что нам нужно сделать, это положить его в хот-пот и растворить его там. Естественно, молочную суповую основу я взяла только ради этого медведя. Нужно поднять плиту, надеть перчатки, которые идут в наборе. И как-то аккуратно положить этого мишку в суп. Суп закипает, мишка в этом супе растворяется и превращается в вкусный суп. Так как суп закипел, то можно приступать к приготовлению мяса. У нас на столе уже их 5 видов, а именно 2 вида говядины вагю. Одна австралийская, другая американская. 2 вида неизвестной части говядины и одна утка. Кто-то любит есть мясо сразу после супа, а кто-то любит соусы. Я лично люблю больше соусом. Опускать говядину можно в любой суп, который вам нравится. Можно в нежный молочный, можно в острый сычуанский. Готовится мясо буквально за считанные секунды. Достаточно опустить его на пару секунд и кушать. Дольше нету смысла, потому что оно просто переварится и станет жестким. В этот ресторан мы шли целенаправленно за говядиной вагю. Здесь она относительно недорогая, безлимитная. И очень хорошие были отзывы в интернете. Что такое вагю? Я лично до приезда в Азию вообще никогда не слышала, что это такое. Это название пород коров, у которых есть предрасположенность к мраморности. Породы вагю были выведены в Японии, но потом распространились по всему миру. Говядина вагю это своего рода деликатес, потому что стоит она достаточно недешево. Высокая цена обусловлена трудностями производства. Вот это мясо мне тоже очень понравилось. Оно такое тонкое, их вот так тонко порезали, что оно практически прозрачное. Мясо в этом ресторане просто отличное, потому что мясо, которое нам принесли, практически не содержит жира. Это, конечно, на любителя, но я больше люблю, когда жира поменьше. Мясо имеет очень приятный сладковатый вкус после варки в супе. Несмотря на то, что суп острый и очень приятное, мягкое послевкусие. Берем кусочек мраморной говядины и опускаем ее в суп. Говядина имеет такой красивый мраморный узор. Наверное, это и есть причина, почему ее так назвали. Мясо варим в супе буквально пару секунд. Нужно, чтобы оно стало такого красивого серого цвета. И вот так оно выглядит после варки. Не менее симпатично. Конечно, можно в суп опустить сразу все, что вам принесли, но так никто не делает. Готовить хот-под в Китае – это целый ритуал, потому что люди приходят сюда не столько поесть, сколько пообщаться, поразвлекаться. Потому что ты не только сидишь за столом и кушаешь еду, но и занимаешься приготовлением своей собственной пищи. Помимо мясного, здесь также есть буфет. Такой большой раздел с овощами, которые тайваньцы едят в хот-поде. Они овощи в сыром виде не едят, но едят именно в супе. Вот это все они бросают в суп и варят. Здесь у нас какая-то непонятная субстанция – капуста, зелень, грибы разных мастей. Снова зелень. Раздел мы берем тарелку, вот такую вот она, симпатичная тарелочка. И в нее накладываем ингредиенты для хот-пода. Здесь такие три большие зоны, зоны буфета, где каждый себе накладывает столько, сколько душа ему пожелает. В общем, здесь есть вот такие рисовые шарики моти. Это что-то из теста. Это рыбное тесто. Тоже рыбное тесто. Это рыбные шарики, крабовые палочки. Моти тоже. Здесь у нас что-то непонятное. А, это каракатица. И тоже рыбные всякие шарики. Но это больше похоже на наши котлетки, правда в тайваньском исполнении. Ну и, естественно, капуста. Капуста в хоспоте – это прям обязательно. Раздел с соусами. Соусов действительно много. Берем такую тарелочку. Сейчас будем туда наливать наш соус. Соус можно сделать себе самому. Насмешивать всякого. То есть у нас есть зеленый огурь, зеленый лук получается. Тайванский какой-то соус. Еще есть вьетнамский рыбный. Я обычно беру японский соевый соус. Там вот можно взять к этому дополнение в виде чеснока. И, честно говоря, очень подванивает. Подванивает. Но это на любителя. Многие любят. Там же есть и красный перчик, и лук зеленый. С мясом это очень даже на ура. Я вот люблю соевый соус смешивать и добавлять уксус. Сам японский соевый соус такой сладковатый получается. А уксус добавляет ему небольшую кислиночку. Так вот добавлю. Чтоб не сильно было. Ну и, наверное, немножко учка. Зеленого. Для полноты вкуса, так сказать. Все, готова. Красота. Все, можно нести. Принесли новую порцию мяска. Вот такое красивое мясо. Это вроде как австралийская вагю. Как было написано. Такая красивая. Здесь порция большая. Можно заказывать без каких-то ограничений. Прям очень красивое мясо. Такого цвета, яркого. Также заказали еще австралийская вагю. Нет, это американская. То есть австралийская и американская вагю. Это у нас получается курица. Тоже попробовать хотелось. Там утка. Но вот это мне, конечно, больше нравится. Такой узор потрясающий. Очень красиво. Ну что, давайте пробовать. Возьмем такую небольшую. Ой, какая красота. Возьмем небольшой кусочек. И вот тут у нас два супа. Блин, мне тут нравится. Кидайте вот сюда один. И вот сюда один. Мясо имеет плотную текстуру. И очень красивый ярко-красный цвет. С такими потрясающими узорами. Это очень сочная говядина. С ярко выраженным вкусом. И хотя у мяса очень сильный мясной вкус. Но он, наверное, ближе к сладкому, нежели к жирному. Мясо почему-то совсем не кажется жирным. Что касается самого заведения. Подобные рестораны очень распространены в Азии. У меня на канале уже собралось довольно много видео из подобных мест. Я ходила как в очень дешевые места, так и в довольно-таки дорогие. Цена зависит от того, что будете заказывать, какое качество у мяса, безлимитный ресторан или нет. Что касаемо цены. В этом ресторане можно находиться 100 минут и заказывать абсолютно все, что вам нравится из вашего меню без каких-либо ограничений. Мраморную говядину можно заказывать хоть раз 10. За двоих, включая сервисные сборы, вышло 60 американских долларов. Вот тоже раздел с такими интересными вкусняшками. Это у нас что-то говяжье. Это вегетарианская каракатица. Не знаю, как это может быть. Это кожа рыбы. Это коньяк. Такое растение, оно не имеет никаких калорий. Это улитка. Серьезно, улитка. Это каракатица, это тоже каракатица. Но это все ерунда. Вот улитка меня удивила. Может попробовать разок в жизни? Блин. Сейчас подумаю об этом. Просто обязана, живя в Азии, попробовать какую-нибудь дичь азиатскую. Потому что я в жизни этого не ела, а попробовала. А может понравится? Господи, как она выглядит, жутко. Офигеть, ладно. Так, эту каракатицу тоже возьмем. Жутко выглядящую. И что-то такое. Тоже каракатица. Ну, это нормально. Так, здесь у нас раздел с, получается, супом. Здесь у нас фрукты, а именно апельсины, гуава, какое-то желе вкусное. Автомат с жаренными вкусняшками. Не знаю, насколько это вкусно, но думаю, попробовать стоит. Даже лопаточку подали. Все, в одну тарелку буду мешать. Какой-то суп азиатский. Получается, здесь у нас васаби, здесь у нас соевый соус. Здесь небольшой выбор суши. Здесь печень, получается, и какое-то мясо непонятное. Здесь корейская еда. Тоже мясное. Ну, а здесь жареный картофель. Причем в разных местах. Это корейская курица, это френч фрайс, куриные наггетсы. В общем, интересно. Здесь у нас разделы с напитками. Здесь зеленый чай. Напиток японский с персиком. Здесь стандартная в кола фанта спрайт. Зеленый чай с медом. Тоже какой-то чай. Лимонад и молочный чай. Автомат плавненько работает. Просто нажимаете на кнопочку вот так. Опа! Красота. Ну что, будем пробовать улитку. У меня всю жизнь она ассоциировалась с чем-то очень неприятным и то, к чему бы я в жизни не прикоснулась. Но, тем не менее. И на удивление, мне очень понравилось. Я даже сходила с добавкой. Улитка имеет плотную, твердую текстуру и похожа на абсолютно любой другой морепродукт. Улитка, наверное, напоминает больше осьминожку, либо какие-нибудь гребешки. Имеет такое мягкое, сладковатое, послевкусие. Действительно очень вкусно оказалось. Очень такая интересная машина, которая делает лед. Вообще феноменально, очень интересная. Просто автоматическая машина, которая просто раздрабливает лед. И здесь можно добавить к этому льду ингредиенты всякие. Тут, например, в общем-то шоколад у нас. Это у нас молоко сгущенное, здесь у нас маршмеллоу, хлопья. Всякая химическая ерунда, которая вот примерно так выглядит. Еще покажу вот так вот. Опа. Это у нас красная фасоль. Ну и получается вот как-то так. Сейчас покажу, как я это сделала. Дробленый лед – это очень популярный десерт, наверное, во всей Азии. Это просто лед, который специальная машина раздрабливает на мелкие кусочки. А потом это все поливается каким-то джемом, добавляются всякие добавки. То есть это все можно полить сгущенным молоком, можно полить это все шоколадом. Добавить какие-нибудь ингредиенты в виде орешков, маршмеллоу, каких-то непонятных там фруктов. Самый популярный, конечно, десерт – это когда добавляют манго. Вот с манго это действительно вкусно. Ну а так было просто забавно самой попробовать это приготовить. А вкусно ли это? Ну вот если к холодной воде добавить мармеладки и съесть это, то, наверное, на любителя. Сама идея, конечно, гениальна, но мне понравились ингредиенты, потому что маршмеллоу был вкусный. Вот это желье коньяку тоже понравилось. Чем-то напоминает наш мармелад, но это не мармелад, это желье коньяку. Я какие-то суши попробовала, но здесь особо-то выбора нет. Есть с осьминогом, с крабом и с креветкой. Вот мне нравится с креветкой. Возьму парочку. Обычно в подобных заведениях, когда есть мороженое. Здесь вот такой вот выбор трех разных брендов. Получаются стандартные вкусы. Здесь тайские вкусы, то есть личи, тайский молочный чай. Там у нас кокос и с печеньками. Ну, а здесь манго, красная фасоль. Это японская фирма Мэйди. Очень хорошая. Вот такая мешанина из всех вкусов у меня получилась. Субтитры сделал DimaTorzok